И о спорте. На Ягринском пляже прошел традиционный легкоатлетический забег «Беломорские волны». 15-й год для соревнования стал рекордным. На дистанцию вышли 147 спортсменов со всей области, большинство из них северодвинцев. Дистанцию забега из года в год приливами и отливами меняет Белое море. В этом году спортсмены прошли 10 километров до Мемориала с одной стороны и с северного края Ягр с другой. Из-за большой воды путь местами пролегал по воде, но трудностей у бегунов не возникло. Зато с погодой повезло. Будешь пезжать легче, чем в жиру. Почему? Потому что в жиру быстрее нагреваешься, тяжелее гораздо. Ощущаешь себя и гораздо быстрее встаешь. Как вообще сейчас ощущения перед Борьей? Ну, замечательно. Хорошее состояние, мандраж, как это обычно бывает перед соревнованиями. Это самое главное, что ты получаешь эффект вначале и потом уже, когда пробежишь, приятная усталость. На трассе марафонцы в семи возрастных группах от 15 и свыше 60 лет. А вы почему в воде? Ну, так, мне нравится вода. Ноги, чтобы остудить. Это как-то нужно перед стартом? Ну, индивидуально, я считаю, для себя, да. Ага. А как вообще впечатления, ощущения перед стартом? Главное в нашем деле до финиша дойти. Это кому-то там первым прийти, а нами главное дойти. Помимо массовости 147 участников, еще в этом году очень серьезный состав по мастерству. Участвуют неоднократные участники соревнований первенства России. Иван Резник, Дина Пахтусова, город Архангельск, Светлана Заборская, Алексей Шемякин, город Северодвинск. Первенство гонки осталось за Архангелогородцами. Среди мужчин первым финишировал Иван Резник. За ним именитый лыжник Алексей Шемякин. На третьем месте северодвинец Никита Варакин. Среди женщин первая пришла Елена Мамаева из Архангельска. Следующая ее землячка Дина Пахтусова и тройку лидеров замыкает северодвинская лыжница Светлана Заборская. Алена Губаева, Станислав Крылов, Вестник Северодвинска.